Всем привет, дорогие друзья! С вами Андрей и сегодня я приехал в одно из самых популярных мест развлечений для детей – это Остров Мечты. Добираться сюда удобнее всего на метро, до станции Технопарк, которая находится рядом с парком. Остается только перейти вот по этому переходу, там даже есть горизонтальный эскалатор, траволатор. А если не хочется ходить по парку, то можно взять механический транспорт в аренду – это велосипед. Это идеальное место, времяпрепровождение всей семьи. Здесь куча разных фонтанов, рядом с каждым кто-то фотографируется. Субтитры сделал DimaTorzok Пока дойдешь до открытой части Острова Мечты, увидишь целый ряд роскошных фонтанов. Вот он, Остров Мечты и его главный вход. Но моя цель сегодня – не посещение парка аттракционов и развлечений, а скорее изучение локаций вокруг него, а точнее имеется в виду ландшафтный парк, которым он окружен. Делится он на две части – это северный ландшафтный парк и южный, а ночное, пожалуй, с северного. Территория ландшафтной зоны парка очень большая, поэтому здесь выложены пешеходные и велосипедные дорожки, но думаю, что сегодня мне лучше без велосипеда, он будет только мешать. Газоны и кусты выстрижены очень коротко, выглядят все очень ухоженным. На каждом шагу стоят лавочки. Все свободно и народу здесь совсем мало, очень комфортно. Можно даже расположиться на газончике, если есть что подстелить. Судя по карте, парк большой, поэтому везде стоят вот такие указатели, чтобы не заблудиться. А вот и спортивная зона парка с площадками для различных видов спорта. Это баскетбол и футбол. Думаю, что это место не единственное в парке, где можно заняться спортом. Вот я и дошел до берега Кожуховского затона. Место здесь не очень чисто для купания, которое, скорее всего, здесь запрещено. Но зато очень приятный пляж, где сейчас полно отдыхающих и загорающих. Можно увидеть, как люди расположились прямо под лэпом. Хотя при такой погоде лучше всего выбрать место для загара, там, где все-таки может зайти в воду. Но такое место не в этом парке. Уже вижу, как на воде катаются на досках для сапсерфинга. Суть по всему, там прокат не только досок. Оказывается, что кроме проката, здесь на пристани еще находится кафе. На август на прокат лодок здесь такие цены. Как вы считаете, для такого места это дорого или дешево? Пишите в комментариях. Вид отсюда красивый, если, конечно, не учитывать чистоту берега. Все-таки стоило бы над этим поработать. Да и запах от воды стоит не сильно ароматный. После низких стаканчиков думаю, что будет уже все нормально. Просторное пространство позволяет использовать территорию в качестве пляжа, где можно расположиться на значительном удалении друг от друга. Вдоль дорожек расположились деревянные конструкции с качелями. В принципе, это хорошая альтернатива лавочкам, которых здесь предостаточно. Отсюда видно, как по воде катаются на вейкбординге. Там, недалеко отсюда, на территории Северного парка, находится вейкпарк. Стоит посмотреть на это место поближе. А вот и сам вейкпарк. Такой интересный деревянный пирс, видно, что совсем новый. И много зрителей собралось на нем. Это кабельный вейкпарк. В таком экстремальном виде спорта участвуют даже дети. Кабельный вейкбординг или вейксерфинг. Это когда лебедка тащит райдера на доске по воде при помощи системы тросов, которые управляются дистанционно. И катер здесь совершенно не требуется. Молодец. И нас дадим новую опору. Умничка. Именно здесь непосредственно два троса, которые тащат одновременно двух спортсменов. Это второй участник. А здесь уже находится яхт-клуб с яхтами и катерами. Вот такая интересная и ухоженная территория для отдыха Северного ландшафтного парка Остров Мечты Осталось только пройти через кафе и можно переходить уже в Южный ландшафтный парк. Это кафе Островок. Смотрится довольно уютно, особенно при такой замечательной погоде. Сегодня тут посетители встречают такая девушка с разноцветными волосами. Видимо, проводит какой-то мастер-класс для малышей. Вот он, Южный ландшафтный парк. Сильно он отличается от Северного. А сегодня здесь еще вдобавок проходит фестиваль День Индии 2022. Что здесь сразу бросается в глаза, так это ряд больших фонтанов, сильно напоминающих бассейны. Удобные столики, закрытые тентом, и лежаки, расположенные вдоль этих фонтанов. Все это очень напоминает южные курорты. Эх, если бы сделать глубину побольше, то в такую жару можно было искупаться здесь. Фонтаны разделены такими интересными мостиками-переходами. Надо же, здесь есть даже гамаки. Правда, в такой день вряд ли получится найти свободные или хотя бы дождаться, пока какой-нибудь из них освободится. Зато здесь очень много различных столиков и лежаков по всему парку, так что с ними уже точно проблем не будет. Можно также воспользоваться системой полива лужаек, чтобы охладиться. А пока пройдемся по-быстрому по этой части парка и посмотрим, как люди здесь отдыхают. Вы только посмотрите, здесь огромная детская площадка, состоящая из нескольких игровых зон. Благодаря фестивалю сегодня в этой части парка находится основная часть посетителей. И не напрягаясь, они расположились прямо на газоне. Видимо, так удобнее. А на аллеях установили такие палатки, где продают много разных сувениров и закусок. Все-таки эта часть парка «Остров мечты» и «Южный ландшафтный парк» больше подходит для различных мероприятий. Здесь и удобное расположение специально оборудованных аллей, детские площадки, кафе, бары, большие фонтаны с креслами, деревянные шезлонги и многие другие удобства. А «Северный ландшафтный парк» имеет более спортивную направленность. Там множество спортивных зон с футбольными и баскетбольными площадками. Имеется лодочная станция, вейк-парк, яхт-клуб. Имеется неплохой отдых у вады, где можно позагорать на лужайке и на комфортных шезлонгах. Летний кафе тоже присутствует, а как же без них? В любом случае, выбирать уже самим посетителям, где им больше по душе. Конечно, я не упомянул прокрытый парк развлечений. Это самая главная часть «Остров мечты». Но это уже, конечно, совершенно отдельная тема для разговора. Нужно потратить целенаправленно день, чтобы посвятить этому время? А это уже не обязательно делать такой прекрасный, жаркий, солнечный день. Ведь данная локация позволяет посетить ее в любое время года. Даже зимой, в самую холодную погоду. Если вам понравился такой обзор парка, то не забывайте ставить палец вверх. А также не забудьте подписаться, если еще не подписались. Все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok